Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok При этом глава государства сказал, что через несколько дней, когда ситуация успокоится, готов начать переговоры с оппозицией, готов к обсуждению всех волнующих ее вопросов. Ответ президента не устроил оппозиционеров. Один из лидеров оппозиции Канкварчия призвал людей идти в парламент. С этого момента начались беспорядки. Ситуация фактически вышла из-под контроля. Ситуация фактически вышла из-под контроля. Играет музыка. Наши делегаты пришли. Мы хотим их сперва прислушать. Можно сейчас я одно слово скажу? Да, да, их прислушаем. Потом мы зачитаем резолюцию этого митинга. И на основании этой резолюции будем действовать. Мы не можем, как хотим, одни одно говорят, второе, второе говорят. На нас смотрят все. И в Абхазии, и за оружием, и наши братья Северокавказицы, и в Турции тоже. Так, я прошу людей, которые были там, послушайте его. Никаких у нас самостоятельных движений здесь не будет. Послан, пожалуйста. Хатарского истра, уважаемые друзья. Друзья, я очень коротко по сути вопроса вам расскажу, как прошла встреча и кто присутствовал на этой встрече. Значит, Аслан Георгиевич Бжания, премьер-министр Александр Золотинскович, глава администрации. И Дбар, он сейчас у нас глава ГСО. Мы доложили, рассказали о вашем мнении, с поручением, которое мы туда пошли, что вы здесь собравшиеся, мы здесь собравшиеся, хотим услышать мнение президента по тем вопросам, которые мы здесь озвучивали. На что мы получили такой ответ? Я вас услышал. Я уже в своих обращениях, во вчерашнем обращении свою позицию высказал. И мне нет необходимости, нет надобности идти на какой-либо митинг. Точка. Все остальное, то, что мы обсуждали, это уже, скажем так, особо к делу, может быть, не совсем относится. К сегодняшнему делу я имею в виду. Но то, что было нам предложено сесть и обсудить все волнующие нас с вами вопросы в каком-то общем формате. Я просто хотел бы поговорить с людьми. Люди – это народ. Правильно? Народ устал правильно. Эти политики не говорят о 20-м статье. Посмотрите сюда! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот эти кадры, которые не нуждаются в комментариях ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, посмотрим, что озвучат. Озвучат, ничего нового нету. Все мы знаем, что они озвучат, приблизительно контуры. Затем начался митинг, в ходе которого представители оппозиции высказали свое мнение по поводу сложившейся ситуации в стране. Мы не пришли сюда от нечего делать, бросим наши дела в эту холодную погоду. Для этого у нас были веские причины. Два года действующая власть не испытывала никакого давления, ни акции протеста, ни митинги. У них было время на реализацию своих обещаний, реализацию реформ, реализацию программ. К сожалению, мы ничего не видим, а то, что мы видим, на наш взгляд, угрожает безопасности нашего государства. Мы не враги своему государству. Мы отстаивали интересы нашей страны в довоенный период, защищали Абхазию во время войны. И мы понимаем, что стабильность очень важна. Осознавая всю степень ответственности, руководствуясь исключительно заботой за будущее нашей Родины, мы говорим, хватит, слушай, хватит уже. Я с хопора. Сегодняшний митинг, еще раз показываю, это не митинг оппозиции против власти. Это митинг народа Абхазии против старого формата управления страной. Нам нужна динамика, нам нужны реформы, нам нужно двигаться вперед. Далее участники акции направили людей к президенту на переговоры. К главе государства от митингующих направились Тимур Гулия и Аслам Барциц. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Тем временем у администрации президента собрались граждане Абхазии, поддерживающие политический курс главы государства. Главный вопрос, который волновал людей, найдены ли пути для мирного урегулирования проблем. Мнение людей в репортаже Дениза Гиргия. Собравшиеся у здания правительства подчеркивали, что в такой день они не могли спокойно сидеть дома. Их никто не призывал. И что это их волей заявления. По словам собравшихся, народ должен объединиться. Внутри политическая ситуация страны может привести к подрыву суверензета. Никто не хочет, конечно, такого, чтобы здесь собирались, там собирались. И никому это не нужно. Мы все хотим тихо, спокойно. Даже если какие-то вопросы там возникают, ну можно же все вместе решить, как так общее мнение выйти. Вот и все, не знаю. Это все наши братья, все наши друзья, с кем мы давно знакомы. Не поймем друг друга. Это мы далеко так не пойдем. И это и суверенитету, конечно, обязательно помешает. И внешняя политика на нас люди смотрят, все страны смотрят. Исходя из того, что мы малые народы, такого не должно происходить. Мы все вот здесь собрались, и ни один человек не хочет враждовать с кем-то. Это сегодняшний день может привести, или завтра, опять если соберемся, ну, рано или поздно, может, это плачевная ситуация закончится просто. Вот и все. Приезжал к нам в Творчелии, так и к нам в район приезжал, так же и по всем городам проехался. Не знаю, у нас были какие-то планы, мы показали. Вот ждем каких-то результатов и надеемся на наше правительство, конечно, во главе него. Все в надежде находимся до сегодняшнего дня. Нам не нужны потрясения, хочется стабильности и развития нашей страны, нашей республики. Свой гражданский долг выполнил, считаю, тем, что пришел сюда поддержать нашего президента. По словам собравшихся, руководство страны делает все возможное в борьбе с пандемией коронавируса. Человек пришел во власть, два года еще нет полностью. Уважаемый наш Бжаня, это очень порядочный, умный, грамотный человек. Первый год, когда он вступил в должности президента республики Абхазия, давайте будем говорить правду, ушедшие до этого, до него, можно сказать, казню была пустота. И тот же год, мы все знаем, граница закрыта, рубля нету, работа пошла чуть-чуть с августа месяца. Это мало для Абхазии курорт. Курорт у нас начинается с мая месяца. И этим я что хочу сказать. Он, не сидя здесь у себя в кабинете, ездил по России, встречался со многими людьми, оказали большущую помощь. Дай Бог им всем здоровья. Это я имею в виду на стороне Российской Федерации, в том числе президент Российской Федерации. Это больница инфекционная. Я лежал там, я посмотрел. Это который с нуля, который построили в течение года, оснащена полностью необходимым оборудованием. Также оснащена четвертый этаж Гудаутской городской больницы районной, третий этаж. Давайте возьмем 700 миллионов потрачено. Откуда это все деньги брали? Нет оснований для проведения подобных митингов, говорят люди. Есть положительные тенденции во многих структурах. А что касается правоохранительной системы, преступность снизилась. Могу сказать, что в плане присутствия, но меньше было бы, было хуже. Сборы всегда вот такие вот митинги. Я считаю, что нам не нужны мы все братья. Если что-то не нравится, я свое мнение говорю, да. Мы можем также поговорить, решить как бы. Ну как можно выбирать? Мы же все одна семья. Одна семья, понимаете? Вот как флаг наш абхазский, вот рука, да. Какой палец не оторви, больно же руке будет. У нас очень много поменялось. Человеку надо дать поработать. На это время, как бы год и полтора, это, наверное, не срок, чтобы решить всю ситуацию. Я верю, что он даст нам будущее. Я верю, что он старается. Я верю, что он не просто так сидит, как некоторые думают и видят. Во второй половине дня делегация из оппозиционных сил в составе председателя АРУА Тимура Гуля, председателя ФНА Аслана Барцыц и Ханы Думава направилась к главе государства Аслану Бжане с предложением, чтобы президент вышел к митингующим у драмтеатра. Глава государства, выслужив делегацию, ответил, что он считает неправильным выйти к митингующим. А если есть конкретные вопросы, то он готов обсудить их в рабочей обстановке. Это разные люди, кто-то искренне пришел. Какие-то вопросы. С периода, все раз повторюсь, от 2004 года все это продолжается. Пора этому положить конец. Если мы не сумеем найти возможности решения этих данных вопросов, больших вопросов, которые напрямую связаны с существованием нашего государства... В значительную часть вопросов, которые подняты вами, ИНФТО, ходите режим с делом в действие не один раз. Давайте конкретные вопросы, которые есть, будем обсуждать. Давайте не только будем обсуждать, а скажите содействие в выработке решений. Если вы готовы к такому разговору, я к такому разговору готов. Я был готов к разговору с некоторыми друзьями, которые ваши там стоят тоже. Потом все обернулось. Но вы... Я не хочу с вами говорить через нажим, и вам не надо со мной говорить через нажим. Уважительно, пожалуйста. Никаких проблем. Вот назначите... Я был готов к разговору с некоторыми друзьями, которые там стоят тоже. Потом все обернулось. Но вы... Я не хочу с вами говорить через нажим, и вам не надо со мной говорить через нажим. Уважительно, пожалуйста. Назначите... Штала Новый год, первый день, когда хотите. Ваш круг, два-три человека, еще. Обозначьте круг вопросов. Сели, разговаривали. Я лично буду все растолковывать и все аргументировать. И готов принять то, что будет полезно. Сшаби пи хадзвапи хендзива. Если мы выработаем совместные решения, они будут реализованы. Тимур Гуля выделил два самых ключевых вопроса, которые, по его мнению, надо решить незамедлительно. Это вопросы энергоснабжения и заполнения госчиновниками декларации о доходах. Согласно закону, все люди, которые не подали декларацию, должны быть уволены. Либо они должны сами уйти в отставку. Это целая армия чиновников, которые нарушают закон. Что с этим делать? Что касается декларации, премьер-министр Александр Анкваб отметил, что в законе декларации есть проблема, и его надо доработать. То, что мы их приводим, привлечь к ответственности, они нас могут привлечь к судебной ответственности. Там есть проблемы, которые надо поправить в самом законе. Глава государства Санжиани подчеркнул, что всегда готов встречаться с оппозиционными силами, обсудить вопросы, если это все будет происходить в рабочей атмосфере. Встреча прошла в спокойной обстановке. В эти минуты, как сообщает наш корреспондент, ситуация у здания парламента вновь обострилась. В 20.00 начался штурм от митингующих. Сейчас идет столкновение, но правоохранительные органы сдерживают ситуацию. Можно сказать, что с двух сторон просто идут такие некие переталкивания силы друг к другу, но ситуация находится под контролем. Развитие событий в наших следующих выпусках. К другим темам. График веерных отключений отменен. Из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище Абхазия запросила у России переток электроэнергии. На подстанции Сухум-2 начался монтаж дополнительного трансформатора. На ПС временно введено ограничение на поставку электроэнергии абонентам. Главный инженер РУП Черноморэнерго Тимур Кацая в интервью нашему каналу рассказал, что местами происходит перебой электричества из-за перегрузки электросетей или аварий. Мы недавно получили переток, несколько дней назад, переток в два этапа. Сперва половину нам необходимого, потом в даче Гвара отключили, вторую половину. Сейчас по полной программе, короче, переток идет по полной программе. Симбургеса часть, маленькая часть идет еще, по линии жилетия 1, мы его тоже разгрузили, что отключений были тоже уже, наверное, не будет, если какой-нибудь, конечно, аварийный не исключается. Почему где-то в каких-то местах все равно сохраняется, отключаем и ограничения вводим, потому что местные, вот сейчас находимся на подстанции Сухум-2, оба трансформатора перегружены на 110-120%. Если вы сейчас подойти руками просто дотронуться, трансформатор горячий. Для этого мы сейчас решили ставить, вот здесь время для нас был резервный трансформатор 10-мегаваттный. Все, всю эту цепочку разъединители, выключатели, все это ставим. Очень нехорошее место, тесное место, но что-то пытаемся сделать. Идет монтаж оборудования, потом завезем сюда трансформатор. В течение недели, 10 дней, я думаю, до Нового года постараемся, во всяком случае, его включить, чтобы разгрузить эти трансформаторы. Одним словом, можно говорить о том, что к Новому году в новом районе города Сухум будет свет? Очень постараемся, очень постараемся, наверное, да. Ну, всякое может быть здесь, что-то гарантировано. Это Сухум-2, это самое тяжелое, но по Абхазии еще есть места, и в Аллахадзе, и в Дурибши, там во многих местах, где нагрузка растет, не исключено, что какие-то ограничения будут. Растет нагрузка на глазах просто. Сейчас, когда мы ограничения перестаем делать, общая нагрузка тоже вырастет. А переток, который мы получаем, тоже просчитан. Там тоже могут быть, если мы сверх лимита начнем брать, придется тоже, я говорю, не исключено. Здесь все так сказать, на 100% все гарантировать сложно. И о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 22 декабря в Абхазии ожидается облачная погода, временами умеренный дождь, переходящий в ливень с грозой. Возможен град. Температура воздуха ночью 1,6, днем 2,7 градусов. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»